Доброго времени суток, дорогие друзья! Прежде чем я начну свой рассказ, как я переехал в этот дом, я бы хотел вас попросить, поставьте лайки или дизлайки, подпишитесь на мой канал. Для меня сейчас, в этот момент, трудную минуту, очень важно, чтобы как можно быстрее монетизировать мой канал, потому что я остался без источника дохода. Ну а теперь, какие гонения меня постигли, когда я потерял отца? Ну, я приблизительно уже знал, что рано или поздно мне надо будет уходить с апартментов, потому что я там жил как living aid, то есть придаток к основному человеку, то есть мой отец был основной, а я как по уходу оформлен, по уходу за отцом. Вот. И мне надо было уезжать оттуда. Но я ждал death certificate, то есть свидетельство о смерти. Вот. Как только я получил его, тут же как раз у меня пересертификация была, с ними 24 июля. Да, подождите. Да, 24, но подождите. 24 августа, извините. 2021 года. Вот. И, я думаю, как раз вот сейчас вот получил, приеду, приду к ним на appointment, и все будет решено. Вот. Я прихожу, а они говорят, вот у нас этот человек заболел, извините. Вот. А ну все-таки забрала у меня этот сертификат о смерти. Вот. Сделала копию. На следующее утро стук в дверь, и потом сразу я еще спал, понимаешь. Вот. Потому что я полночи не спал. Ну все равно, понимаете, еще не отошел после смерти отца и так далее. Вот. И просыпаюсь от стука в дверь, и на английском языке давай, поднимайся, и это самое, уезжай отсюда. Вот тебе три дня, иначе с полиции будет выгонять тебя оттуда. Я говорю, как, подождите, дай я тебе хоть оденусь. Пока вышел, а я уже след простыл. Видно, увидела вот это вот надпись, я снаружи на двери написал Smile, you are on camera. То есть улыбнитесь, вас снимает камера. Вот. И убежала. Я туда-сюда пошел к ним в офис, они начали меня обзывать, мол, ты такой, ты ступый, надо было, ты тупой, тебе надо было подписаться с отцом, чтобы из тебя деньги снимали, не только это, слушай, ну получается так, грош цена тогда этой программе, если я с отцом буду это самое, тогда получится коммерческий рейд, какая разница мне будет, где снимать апартменты, что под этой программой, что где-то в коммерческих апартментах. А это программа от ХАДА. Хью, я забыл сейчас, не помню, как она называется, ну ХАД, это государственная, субсидированная государством программа. Вот. То есть государство дает определенные деньги, покрывает все, что остается. то есть мы платим 30 процентов от стоимости. Вот. Последний месяц я заплатил всего 273 доллара за апартмент, понимаете? А все остальное покрывается. Ну это лохва такая, кто не захочет там жить. Естественно, там очередь большая и так далее. И что дальше? я пошел вниз в офис, они меня начали обзывать, ты дурак, ты такой, ты всякой, ты это самое. Понимаете, я сколько лет, больше 30 лет в Америке прожил, вот, я повидал всякого, вот. Но такого безобразия, как вот это Green Fair Apartments творит, я такого еще не видел, понимаете? Чтоб вот так вот в открытую обзывали тебя таким всяким человеком. Я мог услышать это только в бывшем Советском Союзе, когда я только учился. А здесь я этого не ожидал, хотя и у меня была компания по уборке домов, там разные ситуации были, понимаете? Но чтоб такого, такой как коррупционная составляющая, я не видел просто. Вот. Мне пришлось после этого разговора пригрозили мне шерифом и так далее. Мне пришлось первому действовать. Я взял тут же вызвал полицию. Она пришли, сначала побеседовали с Мэри Энн, то есть с главной менеджером апартмента. А потом пришли ко мне и, мол, так и вся, говорит, вы не, она не имеет права так делать. Она имеет право действовать только через суд. Вот. Что скажет судья, то и делает. Вот. Ну, если пока дождаться суда, это же время проходит, понимаете? А тут я выиграю время. И все. А никаких бумажек, ничего, полагается по закону, должны сделать мне 30 дней ноту специальную на выселение. Они этого ничего не сделали. Абсолютно. И вот это началось вот так, вот это вот угрозы шерифам, понимаете? Ну, мне пришлось вызвать полицию и он сказал мне, что вот она не имеет права только через суд. Ну, я хоть и успокоился, понимаете, вроде бы чуть-чуть, но все равно тревога на сердце. Вот. И я такой стресс прошел вот эти все время, что спасибо моим друзьям, вот, Толи Мухи и Васе Бондарю, которые помогли, отозвались, вот, помогли мне переехать. Вот. Им огромное спасибо. Вот. А сейчас, вот, после этой истории, вот, я переехал в домик. Вот. Все равно еще пока отхожу от смерти отца, это не просто так у кого-то, может, большие семьи есть, кому-то легче достается эта смерть близкого человека, но я, поскольку сирота, мне очень трудно досталось, потому что все было на моей шее. там, у кого большие семьи, то может с братом, с сестрой поделиться уходом, по уходу за родителями, а мне все самому пришлось. ну ладно, не будем плакать. А теперь поехали смотреть, как я устроился. А вот у меня друг появился, это на следующий день, я проснулся, вот, сейчас покажу моего друга. И-и-и, Кощак, привет, а? Как дела? Ну, Рыжик, ну чё, ну вот, по тягушечке такой молодец, ой, 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 ну что, как дела? М? Как дела? Правда, тебя вот так снимать буду, через сетку надо выйти, поздороваться с тобою надо. Ну, Кощак. Вот так, вот, ну что, как, как сиделось, как дежурилось, расскажи. Ну, я понимаю, да, хорошо, да, ну ты ж, ну ты ж переедать тоже нельзя, я тебя хорошо покормил вчера, вот. Может, дашь себя, я бы хоть поглажу, тебя последок, а? Не то, что последок, а? Иди ко мне, иди, а, киська. Ну, иди, иди сюда, ну иди, подойди ко мне. Ну что, пока не доверяешь, да? Ну, что ж, тобой делать? Как тебя привлечь, чтоб ты, это, по всей видимости, соседский кот, вот. Ой. вот сейчас вот восемь утра, вот, такое утречко хорошее, вот. И вот, друг, понимаешь, ну дай хоть поглажу, ну, киська, иди ко мне, иди, иди ко мне, ну, кс-кс, ну, иди сюда, иди, иди сюда, иди, ну, каман, кот, ну, чё ты так? Я ж тебя хорошо покормил, всё, а ты, понимаешь, пренебрегаешь моей лаской, а? Кошак. Ну, ладно. В следующий раз, вот, проголодаешься, вот, тогда приходи. Ты, конечно, всегда мяукала, ходячая такое, ты всегда мяукаешь, хочешь кушать, не хочешь, всегда мяукаешь. Я уже за это время сколько с тобой знакомил, уже привык немножко к твоим выходкам. Ну, и ты уже тоже привык, наверное, да? К моим. Чуть-чуть сразу мяу-мяу, мяу-мяу. И сегодня меня немножко разбудил. Ну, рад, потерпи, дорогой, потерпи. Вот. Так, а теперь вот мой кот кушает. Сторонова прогнал. Надо было сразу съемку делать, а то я тут и черный был. Вот. Два кота. Ну что, кощак, а? Вкусно, нет? Как дела? Вот у него тут, я даже купил кое-какие консервы ему. Посмотрим. В основном, остатки я ему даю, то, что я не доел. вот. Ну, он уже больше подпускает меня. Он даже... О, а это что такое? А, это я стираю, и оно выливается прямо сюда. Ну, ничего. Сейчас мы поправим это. Сейчас выключу. Так, все, почти прекратилось литься вода. Это когда стираешь, и напомнилась стиралка водой, а потом сайкл прошел, и это самое, надо же куда-то воду девать, и они просто взялись, вот так сделали. Не знаю, почему, как-то не по-человечески, хотя бы шлангу приделали, и в сторону два огорода. Оно прям омывает стены. Ну, ничего, я что-то придумаю, сделаю. Пока пускай так будет. Так, что у нас тут кот не доел? Немножко не доел, и тут же мухи уже летают. Ну, ладно. Так, ну что, начнем снимать. Вот моя машина. Вот. вот другая машина, этот рачок. Он еще полный. Вот. Не успел пока разгрузиться, до сих пор спина болит. Вот. Ну, начнем, наверное, с дороги снимать. Этот мой домик. Вот, собаки меня встречаются соседские. вот. Ну, я решил сначала снимать буду вот изнутри. Первый дубль сделал, не получилось. Все, землю снимал. Вот. Иду, комментирую, а сам землю снимаю. Поэтому пришлось более внимательным быть. Вот это вот ворота вот такие вот у нас. Это напоминает ворота с того дома, который у меня был в Ситрус Хайц. Вот. Практически один в один сделанный. Вот. Вот так вот. Там вот калиточка. Вот гарбич. Ну, сейчас пойдем снимем дорогу. Вот. Вот это почтовый ящик наш. Вот такая вот дорога. Не оживленная, конечно, но вот соседи. вот там вот соседи, там соседи. Ну, такой вот. Неплохой. Вот это соседский участок. Вот машинка проехала. Вот. И вот с этой стороны пойдем дальше смотреть. Вот это домик. Плохо видно. извините, что он шатается, потому что я иду, в смысле камера шатается. Вот. Отсюда вот снимаем, снимаем. Крачок еще не разгруженный. Вот. Стекло выбитое. Сейчас покажу. его грабили два раза в тех апартментах, где я раньше жил. Вот. Здесь видите, вот стекло выбитое. Здесь у меня было так... Первый раз выбили, то я пластиком все заклеил. Вот так пластиком. Второй раз выбили, опять пластиком заклеил. Вот. Тут было еще кое-что. Осталось только вот это вот jump starter. Как по-русски сказать, не знаю. Ну, вспомогатель, чтобы завести машину. Будем так говорить. Вот такой трючок. Вот такой домик с этой стороны. Вот. Пройдемся сюда, там, где мое барахло лежит еще. в ящиках запакованное. До сих пор спина болит. Вот. Здесь вот ящики. Все я накрыл этой пленкой. Вот такой вот внутрикамин есть. Неплохой участочек. Ну, что, все все равно это не мой, это бренд. Поэтому большой ротик открывать на него не надо. Может, конечно, получится с вашей помощью. Подпишитесь на канал и поставьте лайки. Вот. что для меня это очень важно. Понимаете, друзья? Для того, чтобы монетизировать канал, нужны подписчики. Тысячу подписчиков и четыре тысячи просмотров. Вот тогда YouTube просмотрит меня как подходящего человека для рекламы. Вот. А пока все делаю бесплатно. без всяких денег. Вот. Это домик с этой стороны. Вот. Такой вот домик. Там идет вот это соседский участок. Громадный красавец. Просто мне он так нравится. Но это соседский. там и Орви стоит. Сейчас покажу. Но это сельская местность. Понимаете? rural area. Здесь вот с этой стороны вот такой домик. Вот крыша, брыша. Там какая-то будка то ли сарайчик. Непонятно. Я еще туда не заходил. Но уже грабли стоят. Значит что-то было там. Ой. Чуть-чуть не навернулся. Вот это вот такая вот здесь вот вход тоже. Вот. Туда уже надо я я я отсюда потом выйду покажу. Вот это вот потолок. Вот такая вот вещь, когда зимой на улице допустим дзюзя холодно, а тут диванчик поставил или что-нибудь и может даже до шашлыков можно жарить. Место подойдет нормально. Дымок так будет уходить в сторону. В сторону вот так в сторону. Вот. Посмотрим вот это что такое. То ли каких-то животных держали, то что-то такое непонятное. так там тарелочки какие-то что-то животное какое-то тут жило. Вот. Равно грабли стоят. Поехали дальше. Это куст какой-то непонятный. но это тоже начатки чего-то и так недострой какой-то непонятно. Они уже прогнулись эти. Вот. Какой-то сарайчик строил. Непонятно. Вот. Здесь вот тоже сарай, стиралка, сушилка стоит какие-то старые. не знаю работают не работают. Здесь я вижу достаточно ведер таких, которые можно использовать потом. Вот. Там еще дальше. какой-то мотор коляска стоит. здесь даже барбекю есть какое-то можно будет использовать потом его. такое вот ну страшно здесь ходить потому что возможно может обрушиться. Здесь если порыться кое-что можно понаходить. Вот речки какие-то. Вот. Поехали дальше. А вот здесь товарищи вот здесь тоже сарай. Это газонокосилка. Вот кустики. Здесь вот арви стоит соседский. там еще трейлер понимаешь. А вот здесь вот огородик можно разбить. Вот это вот насос. Вернее колодец так называемый. Вот там септинг-тэнк какой-то непонятный. Вот это арви это гарбич. Я заходил в него там полностью едва даже зайти страшно в него. Потому что может любое время разрушиться. Надо будет попросить хозяина чтоб убрал его вообще отсюда. Ну в принципе он мне не мешает. Но все равно. А вот это говорят что это был курятник. Вот хозяева мне показывали. Здесь вот прежние рентовщики выращивали кур. Так что земля удобрена я надеюсь здесь. Это соседская все. Ничего вот это вид отсюда с этой стороны. Вот рассмотреть можно так. Так там наверное кто-то кроликов держал непонятно но не хочу туда идти. Лама хватает. Как я сказал вот это вот колодец как бы но он говорит не рабочий вот нужно его отремонтировать и будет своя вода тогда уже прям с колодца. Вот там по-моему насос надо поменять что-то такое. что-то такое не вырубается что за система такая сейчас мы зайдем внутрь дома мимо гарпича здесь одна когда один контейнер стоит а остальные три вот там вот так зайдем внутрь это мой как говорится где работаю там и сплю там и сплю просто кровать большая смысле не то что большая а вот эта спинка высокая и вот так как мы не крутили не вертели не помещалась в эту спальню пришлось мне оставить здесь а потом попозже разберу и затащу спальню вот вот это как говорится жилье бытие даже камин вот есть там можно зимой полить ну в калифорнии это камин как да был у меня камин в том доме вот но там газовый камин газовый с дровами то есть газом запускаешь его вот какие бы дрова не были мокрые газом запустил оно так приятно треск такой вот сидишь греешься ну в этом году здесь зимы как как таковой калифорнии не было вот это дополнительная комната это первый бедрум вернее не бедрум не первый бедрум а второй вот скажем так для гостей тут небольшой кладезь такой вот кладезь извините что неправильно выразился вот здесь вот мое барахло еще не расфасованное все такое вот это с этой стороны вот там машина моя вот это эту кровать я притащил от столь из тех апартментов это специальная кровать это для бати для отца сделали не то что сделали а по медикалу короче купили ее доставили спецзаказ и так далее она раз поднимается опускается здесь здесь у нас ванная ну очень маленькая вот это вот душ все что из ванной от ванной есть это душ и все а ванной как таковой нету очень маленькая очень тесная ну ничего мне хватит вот а вот это покажу сейчас очень особую вещь особую вещь унитаз это такой анекдот какой самый сильный наркотик в мире ответ унитаз на нем все сидят так поехали дальше так это мэстер бедрум кровати нету вот должна та была быть здесь но вот это зеркало оттуда принесли это осталось зеркало от прежних рентовщиков это вот окно те блоки которые я показывал и вот заходим святую святых для женщин вот какой классик большой здесь можно другие если бы в России наверное сделали из этого класса целую комнату и отдали в рент поставили в двухэтажной кровати вот ну это барахло пока не раскрыто еще все так запаковано вот пойдем на кухню это это мои холодильнички это кулер вот два холодильника я с собой привез столик вот это кухня такие вот такие такие кабинетики холодильничек это их не здесь он был вот такие белье поехали на стиралку на сушильку вот тут тоже кабинетики такие здесь вот что-то должно было стоять не убрали вот пока так вот стиралька а вот сушилька вот как раз мое белье сушится пока вот здесь вот вид на сарай здесь вот еще кладовка такая как сказать переходная мои причандалы здесь стоят все здесь сыр разные профессиональная мясорубка понимаешь ну и все такое а вот это та комната которой я говорил выход сейчас открою вот я оттуда показываю вам здесь можно диванчик поставить и шашлик жарить зимою еще раз повторюсь это сарай ну что друзья вот такие вот у нас пироги так вот я приехал сюда ну что на этом все наверное друзья ставьте лайки подписывайтесь на канал пожалуйста это это очень поможет моему каналу чтобы я монетизировал его повторяю мне нужно тысячу подписчиков и 4000 просмотров за определенное количество времени по моему за год я точно не помню смотреть требования но тем не менее пожалуйста передайте родственникам друзьям пускай помогут в начале понимаете начало вот канала развития канала это очень важно вот не жалейте кнопки это ж я не денег прошу понимаешь а все всего лишь нажать кнопку субскрайб и все и все надеюсь увидимся в следующих роликах все пока пока пока